Итак, что делать, если нечем платить за ипотеку? Временные трудности с платежами по ипотеке не такая уж и резкость, ведь за 5, 10, а то и 20 лет, пока вы погашаете кредит, в жизни может случиться что угодно. О том, как не усугубить ситуацию и не потерять недвижимость из-за финансовых проблем, вам расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Способ номер один. Пойдите на переговоры с банком. Для начала признайте проблему, если вы понимаете, что ситуация становится критичной, речь не о единоразовой задержке платежа на 2-3 дня, не медлите, ведь это грозит потерей жилплощади и уже уплаченных денег, плюс растущими долгами перед банком. Первым делом обратитесь в банк, который вас кредитует. Если кредитная история у вас хорошая и о проблеме вы заявите максимально оперативно, то сотрудники банка с большей долей вероятности пытаются найти вместе с вами варианты, как выйти из кредитной ситуации. Кредитные организации не заинтересованы в том, чтобы усугублять проблему, поэтому попытайтесь сделать их своими союзниками, а не врагами. Банк может дать отсрочку платежей, так называемые кредитные каникулы, или согласиться временно получать от вас только основную часть долга. Подготовьтесь к переговорам, соберите документы. Это могут быть больничные или медицинские заключения, подтверждающие наличие заболевания у заемщика, свидетельство о расторжении брака, справки о доходах, подтверждающие, что теперь вы получаете меньше и так далее. Способ номер два. Проведите реструктуризацию долга. Если вы объективно оценили ситуацию и поняли, что в ближайшей перспективе у вас не появятся возможности, достаточно денег, то попросите банк о реструктуризации задолженности. Кредитные организации часто идут навстречу, чтобы избежать судебных разбирательств и реализации имущества с торгов и прочего. Что за процедура? Вам предлагают изменить условия возврата долга на более выгодных условиях. Например, уменьшить суммы ежемесячных платежей за счет более длительного срока. Условно, вместо 10 лет банк продлевает срок кредитования до 15. Для этого необходимо обратиться в банк с заявлением, которое будет содержать просьбу о реструктуризации долга и причины платежеспособности. Если банк скажет «да», то вы подпишите новый график погашения кредита. Способ номер три. Изучите договор страхования. Вместе с кредитным договором обязательно заключается договор страхования. Но страховая компания не всегда берет на себя обязательства по выплате банковской задолженности, если наступают риски. Например, увольнение при ликвидации организации, потери работоспособности в результате заболевания, травмы и прочее. Вам важно разобраться в условиях страхования и понять, можете ли вы рассчитывать на помощь. Если в договоре есть подходящий пункт, подавайте заявление в страховую компанию. Не забудьте приложить необходимые документы, например, медицинское заключение или нотариальное заверенную копию трудового договора. Итак, способ номер четыре. Используйте госпрограмму помощи ипотечникам. Постановление правительства Российской Федерации 20 апреля 2015 года номер 373. Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам. Займом. Оказавшись в сложной финансовой ситуации. Список категории граждан, которые могут претендовать на помощь, указан в этом постановлении. Изучите его внимательно. Итак, способ номер пять. Рассрочку в судебном порядке. Если банк не пошел на встречу, а в условиях договора страхования не оказалось подходящего к вашей ситуации риска, то остается ждать судебного разбирательства. Это также ваш шанс потребовать рассрочку платежа. В ходе судебного процесса можно заключить мировое соглашение, в котором будут прописаны сроки и суммы, подлежащие уплате. На практике суды нередко идут на встречу должникам. Ведь они не отказываются и не отклоняются от уплаты кредита, а лишь просят предоставить дополнительное время. Если вам понравилось это видео и была полезная информация, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!